В Новосибирске завершился региональный этап стартап-тура. Это всероссийский конкурс новых бизнес-идей, организованный фондом Сколково. Самый перспективный получит поддержку и шанс на внедрение в жизнь. Чем удивляли инноваторы, расскажет Кирилл Полиенко. После предварительного отбора до презентации дошло около сотни проектов. В науке и технике почти все уже придумано. Инноваторы не изобретают велосипед, они его улучшают и находят ему новое применение. Сейчас значительно проще объяснять людям, потому что упала цена на нефть. Если бы она стоила 200 долларов, никто бы не понимал ценность предпринимательства. Вот такой концентратор для солнечных батарей может повысить их эффективность в 7 раз. Томский студент Александр Петрусёв придумал его еще до поступления в университет. До диплома еще далеко, а пробные установки уже тестируют на Алтае. Позволит в несколько раз снизить стоимость солнечных установок при достижении той же мощности. Это, соответственно, будет быстрее окупаемость данных солнечных установок и, соответственно, дешевле электроэнергии, вырабатываемая данными солнечными установками. Молодые инноваторы – это больше неустойчивое словосочетание. Владимиру Волобуеву далеко за 30. Его ДНК-тест позволяет подобрать индивидуальную диету в зависимости от генетических особенностей человека. Мы ищем деньги именно на продвижение, даже не на производство, а именно на маркетинг. Потому что лабораторных мощностей у нас хватает, а вот информированное общество, информированное людей, оно нам необходимо, потому что достаточно новая, уникальная технология. Это тенденция последних лет. Если раньше на конкурс приходили с голой идеей, то теперь многие разработчики даже не просят финансовую поддержку. Они уже сами могут представить свой проект. Они понимают, зачем они туда идут и что они собираются продавать, в какие сроки и на каких условиях. Энергетика и биотехнологии – самое популярное направление. Многие проекты поддерживают тенденцию импортозамещения. Вот такой клапан для сердца не только заменит зарубежные разработки, но и станет более доступным для россиян. Он в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. По данным, которые мы читали о Германии, 13 тысяч они имплантируют ежегодно. У нас всего 124. В стартап-туре выигрывают не только победители. По статистике, каждый второй проект в итоге получает новый импульс для развития. Кирилл Полиенко, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.